Парни, всем привет! Меня зовут Тигран и добро пожаловать на мой канал Тестаник. Сегодня хочу показать вам такой прикол, который я делал на своем автомобиле. Я делал это на Волге. Я переделывал термостат для того, чтобы он открывался позже. Соответственно, зимой, когда холодно и когда нужно, чтобы печка грела хорошо, у нас двигатель сохраняет больше тепла, тем самым это тепло отдает все в печку, а не в основной радиатор. Мы переделываем термостат в этом видео на более высокую температуру открытия, обычный штатный термостат. Я рекомендую досмотреть это видео до конца, вы поймете, как все это делать. Не забудьте, пожалуйста, поставить этому видео лайк, писаться вниз в комментарии, написать, что вы думаете по этому поводу, потому что мне интересна эта тема, у меня эти штуки работали, и это прикольная тема. Спасибо большое, приятного просмотра. Итак, 85,5 градуса, 86, упал термостат винт Toyota. Теперь попробую его переделать так, чтобы он открывался на 90 градусов, уже имея опыт по прамовскому термостату. Попробую сделать это аккуратно. Сейчас еще проверю, чтобы он на 100 открылся полностью. Так, вот 100 градусов, вода кипит. Как с макаронки. И вон он открыт полностью. Хорошо видно. Ай, давай фокусируйся. Пару немножко мешает. Ну вот видно, полностью тарелка открыта, даже ниже вот этой вот ступенечки. Вот тут замечательно видно. Все, сейчас попробую переделать. Подпилить шток. Чуть более аккуратно, чем на прамовском. И прокопить еще раз. У меня надо температура открытия 90, здесь 85,5. А вообще это винт Toyota 87 градусов, который меня держал в моторе. Ну, скажем так, 82 он держал. Вот где-то тут написано. Ай. Вот винт. И вот 87, короче. Ну давай, елки-палки. О, 87. Все. Собака уже начал закрываться. Температура потихоньку падает. Попробую сейчас еще поймать чисто на глаз уже температуру полного закрытия термостата. То есть, когда тарелочка полностью ляжет. Конечно, подольше будет процесс, чем открытие. Ну, мы же никуда не спешим. Так, вот температура. Примерно температура открытия, да. Там тарелочка еще, наверное, миллиметр не закрылась. Не знаю, будет видно это на видео или нет. Все-таки пар, наверное, помешает. Ну, в общем, она плотно еще не легла. Почти-почти 85,3. Датчик у меня стоит вон прям, прям на тарелочке. Еще там какая-то волосина пролазит. Еще видно, светится дно кастрюльки. 85. Еще открыт. Ну, вот сейчас он примерно, примерно закрыт. Еще немножечко сейчас в глубину сядет тарелка на свое место. Ну, где-то вот так, наверное, вот. Вот это у нас 84 градуса. То есть, вот не только важна температура открытия, но и температура закрытия. Вот у меня получается 84, и там 85,5 он открылся. То есть, вот он 84, там с половиной градуса, 84,7 он держит в среднем. То есть, 84, 85 градуса в этих пределах колебалась температура. Но так как это кастрюля, в машине это получалось 80, 82 градуса. То есть, на холодное время года, да, 82 градус максимум. Летом 82, 84, где-то вот, как раз, примерно около этих параметров. Нам надо сделать здесь, чтобы у нас в машине, соответственно, было 90 градусов. Значит, здесь делать, ну, там, вернее, 88-90. Здесь надо сделать 90-91 градус. Вот, чтобы в этих пределах открывался-закрывался. И, конечно же, чтобы на 100 градусах он был полностью открытый. Так, точно так же, как и с термостатом Прамовским, с этим термостатом B. Попробую его разобрать, слегка укоротить шток. Значит, кто не совсем понимает, о чем идет речь, рекомендую посмотреть видео. Там с Прамовским термостатом у меня немного не получилось. То есть, я переборщил, да, плюс у него нарушилась температура максимального открытия. Вот. Как бы точно так же подковыриваем фиксирующие зубчики. Тут они побольше, конечно. Нажимаем на тарелку. Выводим в сторону шток. Оттаскиваем после губцами. Ради интереса. Он точно такой же, как и на Прама. То есть, Прама у меня был на 87. И это на 87. Вот он, 34-35 миллиметров там. Так, у меня этот открывался 85,5. Давайте попробуем его подрезать на первой ступеньке, да. Чтобы он открылся у нас там на 89-90 градусах. Очень бы хотелось. Может 91. Так вот. 89-91. Где-то так. Так. Но ручкой этого не обозначил. Надо сходиться маркером. Так. Значит, оставляем. Сколько у нас здесь было? Здесь у нас было 27. 30. 30 миллиметров, да. Было. Ну, давайте попробуем, допустим, 31 оставить. То есть. Так. И здесь 4. Это получается 27. Вот так вот он должен быть заточенный. Все. Вот так вот я сейчас попробую отрезать. Была не была. отрезали и шлифуем теперь. Так. Итого. Я отмечу сейчас в эту сторону. Он у нас был таким. Стал вот таким. То есть 31-31,5 миллиметр. Я отрезал 3,5 миллиметра. Все. Заточил. Конус обратно сделал. Шлифанул немножко. Вставляю обратно сюда. И теперь надо его обратно поместить. Есть. Так. Слегка поджимаем. Вешаем на веревку и кипятим. Смотрим, что получилось. Так. Погнали. Мерить. Так. Чтобы быстрее набралось температуру. Поварил с закрытой крышкой. То есть в прошлый раз напоминаю упал 85,5. Подрезал на 3,5 миллиметра шток. Термостат висит. Сейчас посмотрим температуру начального открытия. Максимальное открытие на 100 градусах. И температура закрытия. Все будет перед вами. Напоминаю, это второй эксперимент. Первый завершился не совсем удачно. То есть температуру открытия я смещал на 100 градусах. Он не открылся на максимум. То есть это плохо. И в итоге чуть-чуть там 4 раза резал. На четвертый раз сильно много отрезал. И у меня получилось 94 градуса. Что в принципе очень много. Даже на то, что 94 градуса мне больше не нравится. То, что он не открывается на 100. Теперь попробую. Вот еще у меня один был винт Toyota термостат. Тот, который держал 82 градуса при 87 заявленных. В кастрюле он открылся на 85,5. В машине держал 82. Сейчас посмотрим, что получилось. Отрезал шток 3,5 миллиметра. Так, 85, 85,5, 86 прошли. Термостат держится. Термостат держится. Термостат дружка! Термостат держится. Термостат держится. Поместится. Вはは, может быть. Термостат 89 градусов держится 90 градусов отлично 90 градусов он упал так теперь смотрим 100 градусов ждем и максимальная температура максимальные открытия смотрим что 2 градуса и что так термостат открыть на полную вот видно да у него тарелка как раз открыто там на вот эти вот порядка 8 миллиметров то есть вот с этим термостатом все получилось вот я получил свои 90 градусов как и хотел на 100 градусов он открылся на полную и сейчас еще посмотрим температуру закрытия вот уже пошла понемногу с ним спускаться то будет долгий процесс вот покажу уже последние моменты закрытия наскольки он закроется и так 90 градусов термостат как видно уже почти закрылся вот тут важен порог закрытия чтобы он держал его тоже в каких-то более менее нормальных пределах так 90 градусов там осталось где-то 3 миллиметра до 3 миллиметра тарелочка ждем к закроется полностью все важно сказать что он закрылся 87 и 7 градусов и тут тарелочка уже закрыта вот то есть получается у нас вот сколько там 90 87 и 7 то есть вот это вот наш термостат 88 89 градусов мы получили его рабочую температуру поэтому этот эксперимент оказался удачным вот этот термостат я завтра себе поставлю на автомобиль делайте так если у вас есть желание повысить температуру двигателя вот и вернее то чтобы повысить а подобрать до самой оптимальной рабочей его температуры данная переделка улучшает работу печки то есть у вас полностью прогревается двигатель полностью прогревается печка будет хорошенько дуть перегреваться машина не будет потому что тасол в закрытой системе при 100 градусах даже не думает кипеть там температура кипения выше при 100 градусах у нас как видно было термостат открылся полностью то есть все в порядке ему охлаждения хватит вот я следующее видео которое выйдет я сниму сколько получилось рабочая температура на этом термостате вот сейчас у нас зима на улице там около нуля поэтому все подпишитесь на канал подписывайтесь на драйв всем удачи пока ставьте ваши лайки комментарии и смотрите все вот эти вот видосики из этой серии здесь про то как быстро поменять термостат на 406 моторе удачные и неудачный эксперимент да про термостат промазки то есть промазки мне не получилось таким образом сделать всем удачи пока и обязательно подпишитесь на канал не забывайте про это ребят спасибо большое за просмотр не забываем ставить ваши лайки писать вниз комментарий нажимать колокольчик подписываться на канал еще раз всем спасибо всем удачи пока